Девочка-пай 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 Спасибо. 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 Ну, может, всё-таки это не мелочи? Ну, что, Машенька, недурственно мы придумали. Только, пожалуйста, пусть нас избавят от никчёмных почестей. Терпеть не могу суесловие. Митенька, ты даришь великолепную библиотеку. Вполне естественно, если тебя захотят поблагодарить. Может быть, даже сфотографировать. Не будь эгоистом, потерпи. Да. Вся наша жизнь прошла среди этих книг. Ты помнишь, когда я подарил тебе эту книгу? Ещё бы не помнить. Я её полгода прятала от папы и мамы. Как это, рассказы Чехова? А ты посмотри, что ты там написал на рассказах Чехова. Очаровательной Машеньке с робкой надеждой. Да, не очень скромная надпись. Ты тогда был невероятным нахалом. Ну, не вышло бы ты за меня замуж, а бы ещё не такое себе позволил. Но, к счастью, сбылись робкие надежды бедного студента. А эту книгу... Ты помнишь? Вот издание, 1913-й. Маша и Мити. День их свадьбы. Александр Блок. О доблестях, о подвигах, о славе Я забывал на горестной земле, Когда твоё лицо в простой оправе Передо мной сияло на столе. Пятьдесят лет эта книга хранится в нашей библиотеке. Вот мы с тобой постарели, а книги всё те же. Всё те же, такие же молодые. Митенька, а тебе не грустно? Вот увезут их и как-то пусто станет вдоль. Нет, нет, Маша, нет, нет, нет. Для этого мы и собирали книга за книгой, И они украшали нашу жизнь, А сколько ещё жизней им предстоит украсить. Митенька, пойди переоденься, И прими лекарства. Ты всегда забываешь принять лекарства. Здесь что ли писали насчёт библиочки, да? Да, мы писали. Приветствую вас. Здравствуйте. Эти что ли книги будут? В этой комнате книги с дарственными надписями. Остальные 9000 томов в других комнатах. Так документы на книжке, между прочим, имеются. Документы? Какие документы? Как какие? Квитанции, счета, копии товарных чеков. Простите, я не знаю, что такое копии товарных чеков. Ну, а как вы и докажете, что библиотека-то именно ваша собственность? И откуда это у вас? 9000 томов, причём разных наименований, Притом разных, разных авторов. Да мы всю жизнь собирали книги. Собирали? Собирают грибы, ягоды, утиль, сырьё. А книги приобретают. Ну, конечно, мы их покупали, нам их дарили. Дарят подстаканники, чашки, слоника у нас, счастье. Документов стало бы нет. Ну, я не знаю, может быть, вам пригодится список. Это мой муж сам составлял. Так, это что это? Профессор, академик, можно сказать, интеллигенция. А что, значит, уже по-человечески на машинке отпечатать не могли? Мой муж всю жизнь пишет от руки. Он так привык. Вот у них привычка, а у нас глаза портятся. Некрасиво получается, что же говорили. Девять тысяч томов, а тут уже по списку получается восемь тысяч девятьсот шестьдесят четыре. А куда же? Тридцать шесть книг, извиняюсь, они что? Усохли или, может, ушли налево? Простите, я не понимаю этого выражения, ушли налево. Вы у профессора попросите, он вам лекции прочитает. Я говорю, говорили девять тысяч томов? Ну, я просто округлила цифры. А, ясно, округлили. У меня заместитель был. Я округлял, округлял цифры. Ему, вы знаете, сессия восемь лет и округлила. Так что, извините, не пройдет у вас это дело с библиотикой? Не пройдет. То есть, как это не пройдет? А как не пройдет? Нет, очевидно, вы нас не поняли. Ага. Дело в том, что это наш безвозмездный дар государственный. Понимаете? Да. Я и говорю, дар, вы дарите сквозь, как с гуся вода. А я принимаю. Я материально ответственный лицо. У вас книжечки не хватило, у меня недостачи. Я ведь свою голову под ваши книжонки класть не собираюсь. Так что, извините, зря только время потерял. Вы даже не посмотрели нашу библиотеку. А что, я книг не видал, что ли? Уверяю вас, там много ценных книг. Гражданочка, а что у книжек может быть ценного? Ну ладно, ладно, так и быть, минут три уделю. Это что, говорите, за книжки? Это книги с дарственными на. Так, ясно. А здесь и что? В той комнате книги конца восемнадцатого века. Так, конец восемнадцатого. И начало девятнадцатого. Митенька. Митенька. Митенька, скажи, пожалуйста, что это за выражения ушли налево? Не понимаю тебя. Направо это направо, налево это налево. Митенька, пойди, прими лекарства. Маша, я принял уже. Ну, еще раз. Только что. Ну, пожалуйста, ради меня. Я прошу тебя. Ты со мной разговариваешь, как с ребенком. Понимаю, лекарства я принял. Чувствую я себя превосходно. Боже мой. Только бы они не встретились. Надо бы все это актировать, все это инвентаризировать. Это офис каждой книжонки. Качество переплета, количество страниц. Тут работа большая. Я думаю, так лет на пять, никак не меньше. Где-то я свой портфель забыл. Я говорю, хорошо еще, нежели эта ревизия не придерется. Да, и придерется ревизия прямо с камерой. Какая ревизия? К чему в нашей библиотеке должна быть какая-то ревизия? Машенька, не волнуйся. Митенька, ну, отдохни еще, пожалуйста. Я позову тебя, когда понадобится. Машенька. Машенька. Не волнуйся. Здравствуйте. Здравствуйте. Что? Любуетесь нашей библиотекой? Да уж, без бахвальства скажу. У нас уникальнейшие вещи. У нас ценнейшие экземпляры. Ценные библиотеки, говорите? А если ценные, то кто же хотите от нее избавиться? Неспроста? Вот я говорю. Ой, неспроста. Как это неспроста? Вы нас, извините, мы мечтали о том, чтоб книги наши служили людям. Что? 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 Что я сказал-то? Что я сказал-то? Человек что-то повледнел, что-то в кресло плюхнулся. О, народ. О, пробойные люди. О, жуки. Ай-яй-яй. Вы извините, пожалуйста, у моего мужа стенокардия. О, вот это разговор. У меня тоже сердечное недостаточно. Ой, совсем хорошо. Да что ж хорошего-то? То есть как, что умрете вы, другой с вами пойдет разговор. Выскоро постижно. Ваш муж не задержится на этом свете. Тогда что? Тогда библиотека без хозное имущество. Берем на баланс. Ха-ха. Полный порядок. А ты как думала? О чем вы говорите? Неужели ничего нельзя сделать еще при нашей жизни? Хе-хе-хе. Можно. И даже нужно. Для того, чтобы этот невежда не мешал людям, надо, чтобы люди с ними сделали вот что. Музыка. 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 Чили, осмеялись, делали из него блин. Так он что, нигде не работает, я плохо слышу? Ваш театр существует 27 лет. Все эти годы вы боролись с бюрократами, с кем вы, против кого вы еще там боролись. Помню, в 1939 году, когда я еще все слышал, вы сказали как-то со сцены, что нет в аптеках ваты. Так что, вы уже перестали о вате говорить или в аптеках появилась вата? У меня слуховой аппарат встроен в очки, и когда я забываю очки, я ничего не вижу, ничего не слышу. Ваш слушатель, он же ваш зритель. А вот еще у меня письмо я получил, слушайте, какое. Дорогие товарищи, в первых строках моего письма разрешите пожелать всему составу доброго здоровья и долгих-долгих лет жизни. Прежде всего, разрешите описать себя, кто я такой. Досрочно уволенный в запас старшина Макаров Васильевич, отличник боевой и политической подготовки. Будучи привыкший к армейской дисциплине и уставам пехотно-полевой службы, я в личной жизни руководствовался указанием нашей медицинской печати. С целью сохранения здоровья и долгих лет жизни я три года не ел яиц и масла. Потом оказалось, что это ошибка. Не нужно есть мясо. С целью сохранения здоровья и долгих лет жизни я два года не ел мясо, но оказалось, что это ошибка. Нужно есть меньше хлеба и больше двигаться. Я перестал есть хлеб и больше двигался. Пишу вам из больницы. Я и мои товарищи лежащие просим вас исполнить что-нибудь солидное. По заявкам жертв печати. Желаем вам крепкого здоровья и долгих-долгих лет жизни. С молодежным приветом. Группа гистрофиков. А вот, Аркадий Савович, вот еще письмо. Да уже совсем не смешно. Уважаемый товарищ Райкин, мы женщины, у которых мужья пьяницы, очень просим вас показать этих мужей. Они не дают покоя ни женам, ни детям, калечат им жизнь. Может быть, есть еще сознательные и опомнятся после вашего выступления. Очень просим вас выполнить нашу просьбу. Будем ждать. Южно-Сахалинск. Смирнова-Марченко. А вы знаете, это справедливо. Во всем мире одно и то же. Муж и жена возвращаются после работы домой. Жена бегает в магазин, приносит продукты, варит, парит там, убирает, стирает, ухаживает с детьми и за мужем. А муж смотрит телевизор, читает газету или сидит с друзьями, играет в карты, пьет водку. Вы представляете миниатюру, где все было бы наоборот? Представьте себе. Чей ход? Чужой. А шок-то бипова лазала. Усё какое-то дерьмо приходит. Да хреновина. Не везет. Ничего в карты не везет, в любви везет. С моим-то, чёрта с два, на рыбалку иду, и то ревнует. А иди ты, Людмила Романовна, у тебя замечательный муж, прекрасный хозяин, чудесно готовит. Чёрт возьми, ну что за карта? А мой, а мой на подарки клюет. Приду домой под газом, раз ему подарочек, сигареточки, лезвие, он растает. Чё тебе? Я думал, я лечаю вам. Вспомнил. Вы извините нас, Фёдор Матвеевич. Мы лучше водочки выпьем. Пожалуйста, как хотите. Нет, я думал. Вот иди думай на кухню. Пожалуйста. А может... Андрюшу уложил. Уложил. Может, кофе заварить? О, чёрт, я берёх, да с коньячком. Это шикарно. Пожалуйста, я могу, пожалуйста. А чё ты стал? Что? Давай, иди на кухню, заваривай кофе и стой там. Когда надо, позовём. Раз. Два. Бубна. Пас. Тот же глаз. Восемь бубен. Листую. Берите вашу взятку. Нет, Людмила Романовна, у вас очень симпатичная мышь. О тряпках много болтай. А вообще ничего. Вам кофе с лимоном? С лимоном, с лимоном. Девчата, а не повторить ли нам? Правильная мысль. Ну, чтоб дома нажрылась. Нет, ты мне скажи, Валентина, ты меня уважаешь? Уважаю. Я человек? Человек. Я никого не оскорбила? Нет. Сима, тебе хватит. Нет, ты мне всё-таки скажи, человек я или нету. Девчата, я душу. Девчата, я душу. Девчата, у вас. Девчата, у вас. Раздрягайте бабы коней. Тай, лягайте, спочевать. Пошли, прошли. Пошли, прошли, чайку копать. А в 42-м наша дивизия стояла под Калаваланском. Вызывает меня к себе командир и говорит, Сима, действуй. И я, конечно, потому что я не трусиха. Трусиха я? Нет. А в 43-м эшелом взрываю, сбиваю вражеский соломёт. Пошла брекать, пойдём, пойдём. Всё, будь здорова. Сима, Сима, Сима. Возьми себя в руки, будь женщиной. Есть быть женщиной. Не шло. Не туда. Пошли. Ой, дымо-то, дымо-то на пустыне у вас. Андрюша уложил? Уложил. Вот что, дорогая моя, нужно с тобой серьёзно поговорить. Начинается. Опять меня пилить будешь. Я при гостях не хотел говорить, но я так больше не могу. Совершенно не считайся со мной. У тебя свои друзья, свои интересы, ты стала эгоисткой. Третий раз обещаешь повезти меня в кино. Я мечтаю о вечере, когда мы с тобой наконец-то станем всё вдвоём. Нет. Опять преферанс, опять эта водка. Ну, сегодня суббота. Могу я выпить субботу? Ну, хорошо, хорошо, хорошо. А что было вчера? А? Вчера я встретила фронтовую подругу. Вот-вот. Всё одно и то же. То фронтовая подруга, то с приятельницами после получки. Что, я выпить не могу, что ли? Нас свои деньги пьют. Эгоистка ты, мальчика. Ну, давай, давай, давай. Ну, давай, ну, хочешь, я тоже заплачу. Упой, женский, Лизой. Разве вы, женщины, можете понять нас, мужчины? Вы, женщины, отработали своё на всём готовом. А мы, мужчины, после работы в магазин пойди, всё купи, домой перенеси, изготовь, постирай, прибери. Детишками займись, каждый день привозишь гостей, даже не спрашиваешь у меня. Я ласкового слова не слышу. Ещё в священном писании сказано, муж, да убоится жены своей. Ну, вы всё, дорогая моя, так больше продолжаться не может. Ах, вот ты как! Да и всё. Ты мне лучше скажи, куда у нас деньги уходят? Я тебе дала на прошлой неделе 45 рублей. Ты вчера ещё 20 рублей. Я должен перед тобой отчитываться. Я не знаю, когда ты со мной ухаживала, ты разговаривала иначе. Ну, ладно, хватит! Как быстро вы меняетесь! Истерик, позорный папа! За здоровье, женщины. Истерик, позорный папа! 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 Значит, мы пойдём, атак! Ну-ка, как ты тут ходил? Ха-ха-ха! Вон, как ты пошёл, значит, мы пойдём, атак! Да ещё, ты подглядывай, ещё пойдём, атак! Сейчас мы тебя причешим! Ну-ка, чего ты тут нам натворил? А-а-а-а! Батюшкин, а как помер? Эй, кто такой? Живой, дышите, ты куда пришёл? Куда пришёл, отвечай! Куда, говорю, пришёл! Ну? Ну? На ЕСЧБ! Ага! На ЕСЧБ, значит, уже пронюхал? Каким же ты хитрым способом сюда проник? Отвечай! Через... Через... Через ворота! Они открытые! Открытые? А твоё какое дело, видай, открытые? Если каждый наручитель попрят в открытые ворота, сколько же на вас охраны нужно будет? А? Я не нарушитель! Я новенький в охрану! Ой! Чёрт тебя подереть! Ха-ха-ха! Вот! Напужал ты меня новенькой, а напужал, а? Новенькой! А это, значит, подкрепление! На! Я, брат милый, как тебя... Закрепился? Слушай, это же хорошо! Я говорю, вот, я говорю, здорово! Это хорошо, я говорю, что тебя сюда прислали, потому как, вижу, мужик ты здоровый! Знаешь ведь, это хорошо, потому как одному ведь на этом объекте его... Да! Просто никак невозможно! Объект-то у нас, знаешь, какой! Так и с чем? Тих! Не разглашай! И с чем-то! Среди нас двоих тоже может оказаться кое-кто, понял? Понял? Ну, понял. На этом объекте, знаешь, требования какие, а? Ого-го! И мы это доверие должны с тобой оправдать, чтобы каждый нарушитель сказал Эх, братцы, нарушители, не зря здесь эти два отлета поставлены Понял? Ты чего на меня кидаешься, а? Ты чего на меня кидаешься? Отвечай! Я не знаю Не знаешь? Я не знаю А ты чего эти карусели выделываешь-то? А? Ты чего, по второму кругу пошел что ли? Я же вижу, что не знаешь, вижу, не знаешь, потому как, значит, ты годный, да не обученный Вот, значит, ты и не знаешь А я сделаю из тебя охрану мирового класса Сделаю, потому как, вижу, выправка у тебя богатая А ты как, усваивать можешь, да? Могу Ну ладно, раз можешь, тогда, значит, проведем с тобой маневр Такой, значит, маневр Ты, значит, стоишь на охране объекта СЧБ с легким стрелковым оружием системы Бердан Ай, перетянуло Перетянуло На Закрепился? Значит, слушай меня внимательно Значит, я как бы нарушитель, который прибыл что-либо посетить с объектом Обстановка такая, обстановка сложная Ты стоишь, а я иду. Вот, как будешь действовать? Ну-ка. Ты чего пляшешь? Чего пляшь, я спрашиваю? Как будешь действовать? Молодец, здорово, здорово, только над другой стороной. А так здорово, молодец. Ну, как будешь действовать? Я не знаю, что делать-то, стрелять, что ли? Я вижу, что не знаешь, сразу стрелять. А кто же стреляет в нарушителя, если ты ещё не крыкнул ему сигнал «сты», понял? Понял. Ну, как будешь действовать? Сты! Всё, закончил. Ты что, в самом деле, что ли? Ну, я же кричал «сты». Не кричал «сты». Ты едок на свою старуху кричешь «сты», если ты её боишься. Я же нарушитель. Да ещё плохо слышу. Значит, как нужно кричать? Что? Молодец, молодец, усваиваешь, усваиваешь. Ну, а я иду. Что, стрелять, что ли? Ну, давай, 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 ну. Ты это что сделал? Что сделал, я спрашиваю? Я, я, я пусть делал, выстрелил я. В кого это ты пусть делал, в кого выстрелил? В вас. В нас, вот тебе раз, у нас. А кто же будет первый предупредительный пул в воздух, дядя, что ли? Полторон же, а ни черта ты не понял. Я понял, я понял. Понял, да, ну ладно, понял, тогда проведём с тобой сложный манёвр. Я, значит, нарушитель, который, значит, качать на тебя на лошади. Ну-ка, как будешь действовать, а? Что? Ты что, в самом деле, что ли? Да я же кричал, что ли. Ты кричал? А я же на лошади, ты б ей ещё кричал с добрым утром. Лошади, знаете, понимаете? Понял? Понял. А вот я нарушитель, который идёт на тебя с собачкой. Это мне, мне с ты, а собачки. Эй, ладно, на сегодня хватит, я устал. Ну, ладно, я пошёл. Ну, давай. Да, эх ты, на разворот пошёл. Ох ты. Отдаёте, а? Эх ты. О, кузнечик, а? Ты, брат, разогнался, как на курьерском, тебе не остановишь. Куда это ты полетел так, а? Я на охрану объекта пошёл. А, я тебе давай. Это, говоришь, какого объекта? Так известно дело, какого. Да. Если... Ты что? Тебе говорить не разглашай. Ты знаешь, что такое СЧБ? Я не знаю. Ты знаешь? А это ведь, это склад чугунных болванок. Каждая болванка по 10 тонн весом, кто её возьмёт без подъёмного крана. Ха-ха-ха. Эх. А зачем тогда охрана? А ты молчи, молчи. Начальство тебя поставило, государство тебе деньги платит. Садись. Будем в дурака играть. Так-так, будем в дурака играть. ПОЁТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЁТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ КОНЕЦ 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 Чё я А это... Это кто? Кто это, кто это? Кто это? Это кто? Это кто? А кто это? Это кто? Егор? Какой Егор? Кто пьет? Кто пьёт? Товарищzus, вот каплю в рот, второй месяц. Маленько было. area araia Маленько было. Маленько было. Маленько есть, 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 Маленько... Это Федя Федя уборщица на меня наклепала, наклепала на меня. Она сама едет тебе мухи. Не, я не ругайся, я не ругайся, я не ругайся. Это у меня поговорка такая, едет тебе мухи. Каюсь, это каюсь, каюсь, каюсь. Это каюсь в последний раз, в последний раз, каюсь в последний раз, каюсь в последний. Будет вспомнено, будет вспомнено, аккуратно, а говорите, вот как сказали, так будет вспомнено. Так будет, будет вспомнено, если слушаешь, так есть, хорошо. Какие ещё будут указания? Позвольте, всё хорошо. Звонит. Вы знаете, что орёт. Молодец, замрать умеет. Только не положено в силу несправедливости судьбы. Пью, едят те мухи, пью. Может, я второй месяц, второй месяц, не знаю, что она водкой себе представляет. Может, две недели, не знаю, какой она вкус. Уже у меня с утра капли в арту не было. Пью. Ой, едят те мухи. Пью. Ну всё. Едят те мухи. Поехали. Картин с изображением растительности. Картин с лебьями и прочими птицами. Шестьдесят, шестьдесят восемь, шестьдесят восемь. Пепельниц пластмассовых. Девяносто одна. Девяносто одна. Девяносто одна. Девяносто одна. Девяносто одна. Девяносто одна. Девяносто два. Ламп настольных 297, к ним абажуров 3. Сейчас вызову феню уборщицу, уволю к чертовой матери по собственному желанию. Но мы завхоз не фигура, не представляете ли, сколько еще гадостей могу сделать. Закурим вот что. Мы люди не гордые, мы беломор курим. Комендант, конечно, он козбеком дымит. Дешевле он курить не может. А я в этой коробке только вон гвоздики храню. Курортные. Это директор курит. А у меня в этой коробочке кнопочки, дескрипочки. Северная Пальмира. Откуда же у меня такая коробка? Эх, замминистра оставил. Живут же люди. Мне бы так. Так нет. Этим местом не вышел. А этот темная личность раскакался, понимаете, по горам Кавказа. Ну и все правильно. Этот на лошади, а эти на мне ездят. Лызин то, лызин это. Лызин, лызин. Лызин, лызин. А жизнь идёт, а музыка играет. А кто-то на курорт-то ездит, в портвейн десятый номер пьёт. Ой, ать, могла бы и моя судьба повернуться бы ко мне другим местом, а? Тогда бы я, тогда бы я бы только бы об одном человеке бы думал. Только бы об одном. Об себе. А? Может же такое случиться. Ой, можете. Ещё как. Сижу это я у калидори. Или ввертываю в приёмную лампочку. Мимо проходит директор. Товарищ Лызин, ввиду вашей исключительной работоспособности, назначаю вас комендантом. И вот, я уже есть. Комендант. Получаю девяностое, едяття мухи восемь. В своей уютной квартире, предаюсь всяческим мыслям, звонить телефону, я небрежно снимаю трубку. Алло, кто меня беспокоит? А? Я, понимаешь, я, понимаешь, отдыхаю, а вы меня, едяття мухи, беспокоите, звоните завтра. В 12.00 вызываю себе феню уборщицу, нюрку лифтершу, дворничку и всех выгоняю. За что, Николай Романович, пожалейте, у нас детки, у нас семьи, а из уважения к себе не могу. И тут опять меня вызывает себе директор, заявляет, пошлый зим, веду вашей героической работоспособности, назначаю вас своим заместителем. Вот я уже и заместитель. Получаю, едяття мухи. Сто девяносто семь, едяття мухи с мелочью. В мягком, международном, бесплацкартном вагоне еду на юг. Соседи интересуются, у вас знакомое лицо. А где-то мы вас, едяття мухи, могли видеть. Ау, в газете, в кинохронике меня неоднократно снимали по указанию правительства. А поезд мчит на юг. И вот я уже там, кому лошадь подали, Лызину, кто теперь на вороном коне? Лызин теперь на вороном коне. Но пошла, а ей, клад, посылаю телеграмму на службу. Уволить всех, кого не успел уволить. Иди, бей. И вдруг мне депеша присеси. Казбек Лызину, слеза и приехали. Товарищ Лызин, он самый. Николай Романович, да, мы Николай Романович. А что вы бы сказали, если бы мы назначили вас директором? Сказал бы, давно пора. И вот я уже есть директор. Получаю. Идите, мухи. В комиссионном магазине покупаю себе койку красного дерева, конечно, двухспальнюю. Вот до спальни мне теперь делать нечего. Завожу себе машину, жену и собаку. Тузик служит. Ходи на задних лапках. Я ходил, теперь ты ходи. Будь человеком. Самолетом лечу, Карл, Варвей. Таблю Сузекина, Кузнецова. Не думайте начальники отделов. Спокойной жизни. И всех на дно. И тут меня вызывают. Неважно куда. И назначают меня. Шшшшшшшшшш. Неважно кем, но уже. Будь здоров. И вот я уже есть в министерстве. Самый, что не доесть, стою и ни хрена не делаю. Колбасенца, это как, фу, на вас, фу, на вас всех, фу, да, слушаю вас. Кто это? Егоров, какой Егоров я вот давно уволил. Вот так запросто взял, да и уволил. Товарищ Егоров, товарищ Егоров, товарищ Егоров, товарищ Егоров, инвентаризация. Пока еще, пока еще, нет еще, еще пока. Кто, 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 кто пьет капли в рот, капли в рот, капли в рот, второй месяц, второй месяц капли в рот. Маленько есть, маленько есть, маленько есть, есть, маленько, маленько, маленько. А мы в бухгалтерию. Зачем? За непригодность. Товарищ! Товарищ! Не дали развиваться. Идите, мухи. Гражданин, не скажете? Нет, не скажу. Где здесь комната? Гражданин Влад, ей-богу, сейчас не до вас. Нет, комната номер 13. Гуляют здесь все. Я занят, 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 занят я. Я занят, занят я. Здравствуйте, разрешите? Я занят, я занят. Я вам вежливо говорю, любезный. Будьте любезны, выйдите вон отсюда, вон. Извините. На лошадь. На что? На лошадь? Да, на лошадь. На лошадь, надейся. А сам не плашай. Вот это правильно. Что такое? Что? Что? Минуточку, минуточку. Ведомость. 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 Все нормально. Конец года. Все, конец года. За парнем. За парнем. Зарез. Конец года. Конец года. Мам. Малакошка. Малакошка, съемок. Ну, что? Есть? Купил? Достал? Кое-что. Есть. Кое-что. Есть. Ай, молодец. Молодец. И... Знал, кого посылаю. Так, электронагреватели 12 штук. Есть? Нет. Нет. Электронагреватели? Нет. Не достал? Нет. Что, ничего? Ничего не взял? Ничего не взял? Взял, взял. Взял. Что, что взял? Что? Холодильник. Холодильник? Холодильник. Холодильник. А на что нам холодильник? На что он нам? На что нам холодильник? На что он нам? Нам-то на что? Холодильник, я говорю, на что нам? На что нам холодильник, я говорю? На что нам холодильник на что? Летом включим. Включим летом? Ага. Ну и что будет? Что будет? Да, что будет? А что будет? Вот я спрашиваю, что будет? Ну, включим летом. И что будет? Что будет? Да, что будет? Пиво будете холодное, воды холодные. Холодное пиво. Да, летом это хорошо. Понял, нет? В последний раз. Значит, холодильник вместо электронагревателей. Понял, нет? В последний раз. Давай дальше. Инструмент слесарный, 18 наборов. Есть? Нет. Инструмент слесарный. Не достал? Нет. И что? Ничего? Ничего? Не взял? Взял? Что взял? Что взял? Автоклав взял. Ну, центрофову взял. Ко мне дробилку. Нет? Ну, что взял? Давай, давай, давай. Ну, рожай уже. Рожай, что ты взял? Рояль. Рояль? Так, ну, да, да, давай, Раэль, 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 на что нам, Раэль, нам-то на что, я говорю, Раэль, на что нам, на что нам, я говорю, Раэль, как же поставим при входе? А, при входе поставим, ну, и что будет? Что будет? Да, что будет? С кем? С роялем? С нами что будет? Ревизия придёт, что с нами будет? Так, ну, ну, давай, значит, говоришь, Раэль поставим при входе, ну, и что будет? Что будет? Да. Солидно будет? Да, очень будет солидно, ежели мы поставим Раэль при входе на овощную базу. Так, Раэль большой? Большой. Крышка есть? Есть. Ничего. Под тару приспособим. Картошку будем хранить, огурцы. Понял, нет? В последний раз. Так, давай дальше. Книги конторские есть? Книги кончились. Но я в очереди стою за флексометрами. Правильно, зря времени теряешь. Зачем, зачем, зачем? За флексометрами. А, ну, а что это такое? А не знаю. А может, не брать? Да ты что? Конец года, все одно деньги пропадают. А ну давай быстро! За фисьмометрами! За фисьмометрами! Да быстро! Извиняюсь, гражданин, вы не подскажете мне. Мне надо вот комната тринадцать, товарищу... Не Тудееву. Вот, не Тудееву. Да-да, точно, да. Сюда? Нет, сюда будет Судеев, туда Тудеев, а вот сюда не Тудеев. Спасибо, извиняюсь. Нет, тёточка, это девенадцатая комната. Дальше. Да, нет. На лошадь надейся, а сам не плашает не то. А вот ещё чуть дальше. Вот, 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 вот сюда. А, вот, спасибо. Вы не стесняйтесь, громче. Сейчас, 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 сейчас. У меня отчёт на носу. Тёточка, вы громче, он не слышит, он сегодня у нас в инзопарк. Занят я, занят! Да, что положил-то. Сейчас, 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 я, сейчас. Сейчас, подождите вы. О, господи, сейчас, вон, сюда. Член месткома не Тудеев. Слушай. Я говорю, знаете, я молчала, молчала, терпела, терпела, больше терпения-то у меня нет. Я работаю, я работаю, я работаю. Это три дня, осталось, осталось три дня. Три дня осталось до отчёта, осталось три дня, да. И это я понимаю, это, это есть, это есть. Это чуткое отношение к заявлениям трудящихся. Сейчас, одну минуточку, сейчас, чуткое отношение, чуткое отношение к заявлениям трудящихся, чтобы фигурировал в отчёте. Хорошо. И ещё? Вот. Это мы понимаем, это мы понимаем. Дуй, 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 мамаша, дуй, дуй отсюда, дуй, дуй. Как это дуй? Дуй, главное. А, это есть, это есть, это есть, чего есть, того есть. Я говорю, того есть, чего есть. Ну да, и, понимаю, и, ну да, ну да, пример работы с живыми людьми, чтобы фигурировало в отчёте. Понимаю я вас, Сан Санчет, я понимаю, это я понимаю, чеши, чеши, мамаша, чеши отсюда, чеши. Ну ладно, ладно, говорите. Хорошо, ладно, жду, жду, жду. Почему? Ой, Господи. Ой, Господи. О, видала? Видала, говорю? Чего? Чего? Работа у меня какая. Да-да. Да-да, у меня отчёт на носу, у меня ревизия на шее, мне жить осталось три дня. Мне заявление, наоборот, цельный год народ заявление писал, мне дираться некуда, у меня рука уж, во уж, подшивать устала. А я-то тоже в этом году сюда писала. Ну и ты писала, и тебя подошьём. Ну а что же мне подшито и дальше-то делать? Да-да-да, жду, жду, жду. Цифр мало, подавай пример, работай с живыми людьми. Ну где я возьму это дело, живых людей, я их отродясь не видел. Стой, мамаш, стой. Стаю. Стой, стой. Живой человек, нет? Кто, я-то? Да. А как они? Ну и всё, и стой тогда. Это мне для отчёта нужно стоить. Да, есть. Есть. Хоро-хоро-хоро-хоро-хоро-хоро-хоро-хоро-хоро-хоро-хоро-хоро-хоро-хоро. Да, есть. Ага, есть. Так, давай. Ну да, ну да. Сань, Сань. Обязательно, обязательно. Как говорили, живой пример будет. Пример живой-живой. Живой, как живой. Ещё какой живой. Да, да. Хорошо, забегу. Есть, хорошо. Давай, коротенько. В двух словах. Я не задержу. У меня-то, знаете, ничего в туне, что получается. Знаете, ну прям, ну срам один перед людьми. И соседям в глаза стыдно смотреть. Её родственники рядом живут. Тоже ведь люди. Мамаш, стой, 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 стой. Ну стою. Ты своими родственниками, ты мне голову не морочь. Ты давай в двух словах. Что у тебя стряслось. Ну да, вы уж извините, я не имею там, ну какого-либо высшего образования. Больше, знаете, всё работало по торговле. Так мне вот Золовка вот сразу сказала, что я, говорит, тебе Мария, как мать понимаю, то, говорит, ты лучше молчи, потому как устно, говорит, ты всё вверх дном повинёшь. И зядь, значит, то же самое говорит. Напиши, говорит, всю правду, подай её печатать в виде. Стой, мама, стой. И пусть общество мешает по месту работы. Стой, 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 стой. Ну стою. Значит, ты у нас здесь работаешь? Нет. В этом... Нет, я у вас здесь не работаю. Не работаешь? Да. А кто у нас работает, Золовка работает, да? Нет, нет, нет. А это зять, зять работает. Нет, нет. Какого чёрта ты сюда припёрлась? Из-за у нас никто не работает. Она работает. Она? Да. Другое дело. А что это она? А я вам всё отписала, как есть. Ты писала? А как же. Так и дыши, фамилия. Моё ты, Иголкина. Иголкина, сейчас я буду искать твоё заявление, Иголкина. А ты давай вводи, вводи меня, давай вводи. А куда вводить-то? Курс, курс, курс давай. А, ну да, вот, значит, я и говорю, что, знаете, я отписала вам всё как есть, только мне ни ответу, ни привету. И вот тогда я уж и порешила уж сама зайти. И тем более, что всё это случилось по моей вине. Да. Я ему вовремя глаза-то не открыла. Да. А он у меня уж такой. Стой, 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 что ты говоришь, глаза открыла? Кому ты глаза открыла, кому закрыла. Ой, да что вы, милый, ты про кого говоришь? Да сын мой. Сын, пока дыши, значит, сын у нас работает. Нет, он у вас не работает. Ну, а кто у нас работает? Ну, она работает. Ну, она, жена, какая разница? Ай, да не жена. Ну, не жена, сестра, тётка. Да ну, вместе они обучались в институте. Да. Наша посторонняя девица. Да. Фамилия у девицы есть? Ну, есть, как же, у ей фамилия есть. Быстро фамилию давай, быстро фамилию. Девицы давай. Да, 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 ну, вот это, значит, как они, значит, это, ну... Фамилию, фамилию давай, фамилию. Нерить-то начали. Фамилию давай. Ай, она, знаете, каждый божий день всё про научные книжки с ним рассуждает. То в кино его тащит, то в цирк. Мамаша, это уже цирк получается. А верно, что цирк, ведь он прыгает к ней через живую жену. У сына жена есть? А вот то-то оно. Значит, прямо как в цирке, через живую жену, значит. Именно, именно. Мне вот сватия-то про них уже давно сказала. Что-то, говорит, у них не то. Не то, говорит, у них. А я-то вместо того, чтобы обратить внимание, это нам... Какая сватия, какая сватия? Какая сватия? Какая сватия-то пропустила. Простить тебе не могу. Какая сватия, я говорю? Перекурсирует, циркулирует, туда-сюда разберёшься. Я спрашиваю, какая сватия-то, какая сватия? Ты что, оглохла, что ли, да? Стой, я говорю, мамаша, стой, стой, стой. Куда тебе? Мамаша, что ли? Что по работе с ним встречаются? Я сейчас закрою на ключ и уеду на дачу, понимаешь ли нет? И всё. Уеду в дело куда-нибудь с анатонией, кобертулёнников. И всё. Стой, я говорю, мамаша, что ли? Ты что, нарочно прощаешься, что они бочут здесь гундосит. Вот нас, понимаешь ли нет? Я говорю, что ли, не напрасно, мамаша, послали. Никогда я вам не отвечаю. Человек-деликат. Я говорю, не мешайте, чужие семейные дела. Понимаешь же, я отвечать не стану. Мамаша, я говорю. Ой, милый, что это вы? Господи. Синь бормочет здесь. Да как же, я же рассказываю, как всё было. Рассказывай, не рассказывай. Милый мой, бормочи себе на здоровье. Здрасте, пожалуйста, еле добралась сюда вас домой. Добралась, добралась. Гундосит здесь, понимаешь ли? Гундосит себе на здоровье. Бухтелка. Что ты говоришь-то? Сватья какая-то там сказала. Что за сватья-то? Что она сказала, это сватья? Какая сватья? Про сватью-то, про сватью-то ты говорила, что это сватья сказала какая-то сватья. Сказала, что-то сказала. Какая сватья-то? Что она сказала, это сватье-то? Про сватье-то кто сказал? Я сказал или ты сказала? А? Ну? Ну, сосредоточься. Что ты там гундосила? Про сватье-то вспомни. Что там бухтела? Не помнишь, нет? Ой, господи. Ты сказала сватье, сказала чего-то там, сказала сватье. Ты сказала сватье, сказала? Не сказала. Мил, не кричите, у меня ты так-то у меня в голове-то все перевернула. Извиняюсь, извиняюсь. Но я не понял. Извиняюсь. Но я не понял, что сказала сватье. И ты не помнишь, да? Ну, ты зачем ты сюда пришла-то? За керосином, что ли? Ну, что? Ну, а зачем ты? Ты сказала, что-то у них не то, чего-то не то, у кого это не то, у чего не то? У сына не то, с этой женщиной, которая... Нет, у сына с невесткой, а с девицей, которая у вас-то работает, у сына вот как раз тогда всё началось-то, я ему глаза-то не открыла. Что началось? Ну, роман-то ихний. Роман? Ну, да, ведь она его до всего довела. Кто она? Ну, девица-то, которая у вас работает, ведь змеёй ползла в дом, образованная очка-то, ведь был-то сын человек порядочный, а с ней связаться с семью бросил. Невеска-то теперь совсем из дома ушла. Какая-какая, какая невеска? Ай, правильно вы говорите. Уж какая теперь она мне невеска? Ведь бросил сын-то её, то есть обидел, ушла ведь сноха-то из дома. Мама, мамаша, стой, стой, мамаша, куда тебя несёт? Так что-то, что-то, какого-то он бросил, кого-то он обидел, сноха ушла из дома, невеска ушла из дома, он что, сразу двоих бросил, четверых? Ещё вы правы. А кого? Он человек порядочный, он одну бросил. А невеска-то нахавить это одно и то же, это жена сына. Жена сына? Значит, он что же, значит, он бросил жену сына, он бросил, да? Как это, как это? Ну, то есть, нет, нет, сын бросил твою жену, да? Да ну, что вы говорите. Ну, а чью жену, чью? Свою жену. Свою жену? Да не бросил бы он, как бы девица-то, которая у вас работает, его бы не довела. Так, так. А ведь это сын мой в суд на развод подал. А ваша-то девица хвост от его отворотила, бога сделала. Так, так. Попатросила и бросила. И чё-то его ведь совсем мужчину-то изводит. Да, да. Вот говорят, что пиши, говорит, на её по месту работы. Стой, стой. Мамаша, стой, 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 заморочила ты мне голову своими сродственниками. Говорила, заловка, уст, ты всё верном повернёшь. Ни черта я не соображаю. Погоди ты, не бухти, ради бога. Получилось. Давай сначала. Да что вы поймёте, я же вам всё рассказал. Давай сначала, я так ни черта не понимаю. Давай по документам. А вот давай. Давай, ты нам писала. Я писала. Писала, всё. Когда ты нам писала? А я в Покров. Всё, Покров. Покров будет на П. Будем искать. Покров. Где у нас был Пок... Какой Покров? Как какой? Покров при святой Богородице, один Покров. Какой главный? Так, при святой Богородице. Да. Мамаша. Ну, мамаша я, да-да. Ты куда пришла? Ой. В церковь или в мяском? Господи, 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 Я ж говорю, извините. Не имею какого-либо выступления. Вы привознете в ш glamour поста звdes willing. Ой, это. Ой. Ну, вот и нашли. Слава тебе, Господи. Мамаша, мамаша, мамаша. Мамаша, мамаша, мамаша. Мамаша, сколько ты здесь накорякала. Да ну, что понятно? Понятно, все печально. Мамаша, мамаша, мамаша. В двух словах, что ты хочешь? Господи, я ж говорю, что не могу её больше терпеть, как она над сыном-то измывается. Ведь я же Леон из-за её семьёй разошёлся. Она уж новую семью завела. Кто новую семью завела? Кто? Невеска моя бывшая. Невеска? Жена сына? Новую семью? Ну и что? Ну и что же, я ничего не понимаю. Женщина, она молодая, серьёзная. Так ведь ты сын, ты человек степенный. А я-то, может быть, стихвостка принесет. Ну и стихвостка, что ты хочешь, что ты... Да послушайте вы меня! Я слушаю, а что я делаю? Я тебе слушаю. Может, родителям отписать надо? Родителям? Чьим родителям? Ну, ейным-то. Ейным! Чейным ейным? Ой, ты господи! Да ну, змеиным-то! Змеи-на-им! Змеиным! Так, это что значит? Сына родителям, да? Да я родительница сына, это я же! Мамаша, всё, всё, мамаша, всё. Время истекло, кончай базар, всё. Всё, 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 мамаша, ты общественности писала, общественность берёт на себя. Ладно, хорошо, я это дело беру на себя. Ой, милый, мамаша! Хорошо, я этой заловки, я и хвост прижму. Да какая мне заловка, она же не заловка! Не важно, всё одно прижму хвост. Начала своё тёмное дело, пускай кончает. Пускай выходит за его замуж. Вот главный! Замуж пускай! А ты знаешь, что это такое? Что я? Чем это пахнет? Широм! Аморалка, вот. Ой, милые мои, ты чего сына довели? Да моралки. Всё, я всё понял. Иди, мамаша, у тебя сын, сын, женатый, начинка в цирке через живую жену. Жена у неё новую семью. А сын же вот на развод. Может, извините? Пошла, пошла. Извините, если что не так. Дуй, мамаша. Я всё понял. Всё я понял. Чеши, мамаша. Не имею какого-либо. Шпаль, мамаша! Вы знаете, вот деверь мой. Чего, чего? Деверь, говорю, мой. Деверь! Закрой деверь с другой стороны! Хорошо, хорошо. Вот вы не забудьте просьбу. Прошу я. Фух. Ничего, 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 ничего. Ничего, ничего, ничего. Дело тёмное, но для отчёта полезное. Ничего, ничего. Я к этой девице, я к ней на дом пойду. Ничего, ничего. От общественности не уйдёшь, её не обманешь. Ничего, ничего. Всё ясно. Так, входим. Спасибо. Спасибо, передам. Ага, пожалуйста. Будут свои. Приходите, пожалуйста. Здрасте. До свидания. Догадываюсь. Мамаша будет ей. А я буду из местком о вашей дочери. А Женечка скоро придёт. У неё сегодня день рождения. А, день рождения. Скажи, пожалуйста. Ай-яй-яй. А зачем вам нужна Женечка? А я по вопросу чуткого отношения к заявлениям трудящихся. С чего же мы начнём? Дело тёмное. Вопрос тонкий. Значит, у вас есть дочь. Есть. Ванина ЕА. Ванина ЕА. Вот это и плохо, мамаша. Лучше бы вам, мамаша, было бы сына иметь. А почему вы так говорите? А говорю, потому что не умеете мамашу своих дочерей воспитывать. Знаете, с кем ваша дочь время проводит? Конечно, знаю. Да? Она ещё из института дружит с Вадимом и Танечкой. Верно, верно. Согласно заявлению, познакомились в институте. Что случилось? Что с Женечкой? Что с вами ничего? Я его соблазнила на вот это у вашего, как вы говорите. Вадима. Во-во-во, жена от него ушла, всё, погиб человек. Погиб? А вы думали? А-а-а! Вот здесь, в чёрном по-белому, ихняя мамаша к нам пришла. Нам заявление, что и как, и почему, и как. Эй! Мамаша, 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 вы меня не так поняли. Мамаша, мамаша, так, уже не слышим так. Сделаем искусственное дыхание. Мамаша, мамаша! Что вы делаете? А вы что, не видите? Работаю по заявлениям труднящихся. По каким заявлениям, мамочка? Мамочка, так, значит, вы ихняя дочка. Ах, вот кто вертихвостка будет. Поздравляю, на вас любопытный материал к нам поступил. Женя, Женя, как ты могла? Зачем ты скрывала? Бедный Вадим покончил с собой. Вадим! Женя! 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 Вадим! Женщик живой! Ой, ах, что такое? Товарищ, приходите не вовремя, мешайте работать. Это вы сказали маме, что маме. Что я сказал маме? Что товарищ умер, сама мамаша придумала. Ежем, товарищ Вадим, давай по-хорошему, да? Выходи за товарища Вадима замуж. А ты зачем? Как зачем? Это что все было гладко по заявлениям трудящихся. Да что вы чушь говорите? Да не чушь, товарищ пострадавший сам подтвердит. Да что вы ерунду говорите? Я очень уважаю Женю, я некоторым образом женат. Вы женаты? И где же ваша жена? Что в данный момент? А в данный момент? Я тогда ушла из дому. Вы что не знаете? Умоляю, что случилось? Артист Мактуновский. Все известно. Ушла ваша жена из дому. Не вернулась, никогда не вернется. Согласно заявлению, здесь черным по-белому сказано. Будьте... Таня! Вы что, действительно его жена, да? Да. Которая? То есть как которая? Законная, незаконная? Да вы что? Ну как вы смеете? Общественность, уважаемый товарищ, все смеет. Да я не понимаю, ну объясните, наконец, в чем дело. Хорошо объясню. Есть предложение не ждать, пока мамаша очухается. К нам поступил сигнал. Товарищ Ванина Е.А. На почвопосещение цирка изучения литературы соблазнила данного товарища. Товарища, это ихняя мамаша пишет. Мать Вадима. Мать Вадима, да, да. Подожди, подожди. Ложь же солидно. Сами подали заявление на развод. Роза, у кого вы спрашиваете? Вот же документы. Ну подождите же вы, подождите, 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 братцы. Ну, это, знаете, просто детский сад получается. Товарища, бабша, в обморок сама завела новую семью, притворяется. Как все дела, так она. Стой, 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 погоди, погоди. Куда же вы падаете? Мне же не с кем работать. Стой. Стой, Венчелёвка. Кто такой? Я из месткома вашей дочери. Это ваша дочь, Ванина. Да. Что с ней? Значит, это ушла. Это ушла от того. Это пришло, как зырка через там нет. Это пришло от этого. Это, мамаша, не от кого не ушла. Она просто так лежит. Слушайте, почему они лежат? Потому что они своими оморками хотят ввести в заблужение общественность. Вот общественность не обманешь. Пожалуйста, читаю. Здесь в черном по-белому сказано. Ванина, где? А, проживает со своими родителями на площади. 28 квадратных метров нуждается в дополнительной площади. Просит показать содействие. Просит помочь Ваниной предоставить квартиру. Это кто писал? Это мы. Вы? А Иголкина? Какая Иголкина? Стой, 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 стой. Я не по тому делу пришел. Папаша, держись, держись, папаша, держись, держись, папаша, держись. Так, скорая помощь. Автобус пришлите. А у меня здесь пять человек, я шестой. Шесть машин можете прислать? Давай одну машину для меня одного. Срочно помощь оказать им сможете? Не сможете? Хорошо, они сами станут. КОНЕЦ 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 Прежде чем начать наш спектакль, разрешите вам прочитать. Письмо. Адрес театра.